Сила Бога Четвертая книга Царств, 9 глава, с 1 по 13 стих. Елисей, пророк, призвал одного из сынов пророческих и сказал ему, «Опояж чесла твои, и возьми сей сосуд селеем в руку твою, и пойди в Ромов Гололадский. Придя туда, отыщи там Иеуя, сына Иосифата, сына Намесиева, и подойди, и вели выступить ему из среды братьев своих, и введи его во внутреннюю комнату, и возьми сосуд селеем, и вылей на голову его, и скажи, Так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем, потом отвори дверь и беги, и не жди». И пошел отрок, слуга пророка, в Ромов Гололадский, и пришел, и вот сидят военачальники, и сказал, «У меня слово до тебя, военачальник». И сказал Иеуй, «Да кого из всех нас?» И сказал он, «Да тебя, военачальник». И встал он, и вошел в дом. И отрок вылил елей на голову его, и сказал ему, «Так говорит Господь Бог Израилев, помазую тебя в царя над народом Господним над Израилем. И ты истребишь дом Ахава, Господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь рабов моих пророков, и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле, и сделаю дом Ахава, как дом Иераваама, сына Наватого, и как дом Боасы, сына Ахиена. И Изавель же съедят псы на поле Израильском, и никто не похоронит ее. И отворил дверь, и убежал. И вышел Иоиск Слудом, господина своего, и сказали ему, «С миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе?» И сказал им, «Вы знаете этого человека, и что он говорит?» И сказали, «Неправда, скажи нам». И сказал он, «То и то он сказал мне, говоря, «Так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем». И поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали, «Воцарился Иеуй!» Бывало ли так, что вы слушали новости и думали о том, где же наш добрый, любящий Бог, владыка, когда в мире царит боль, страдания и несправедливость? Этот отрывок напоминает, что порочность нашего мира не остается незамеченной у Бога. Наш Небесный Отец видит всякую несправедливость, и его огорчает всякое губительное событие. Во многих случаях он действует, поднимая лидеров, воинов и служителей Бога, живого, которые сражаются за справедливость. Мы обретаем надежду и даже твердое убеждение в том, что Бог избирает и помазывает своих служителей, которые несут Божью справедливость в этот мир. Бог помазал вас, чтобы нести его справедливость миру. На чьи молитвы он мог бы ответить через вас? Что он просит вас делать, о чем говорить и о чем молиться? Размышления. Часть 2. Определенная Богом. 4 книга Царств. 9 глава с 8 по 13 стих. В сегодняшнем отрывке сопоставляется помазание Божье и Божий суд. Мы служим могучему Богу, у которого достаточно сил. Его сила и власть дают мир и ощущение безопасности тем, кто помазан им, и внушают чувство страха и осуждения тем, кто им судим. Для самого Иеуя то, что определено Богом для него, означает справедливый суд для Божьего народа. Для Ахава же, который променял Божью власть на идолов, определенное Господом для Иеуя означает смерть и разрушение его дому. А в нашем случае Божье определение для Его Сына Иисуса Христа приносит нам спасение и новую жизнь. Иисус взял на Себя заслуженное нами наказание, а мы Его именем получили свободу. Что внушает вам Божья сила, трепет или радость? Каково ваше положение в отношении Божьего суда над грехами? Если вы во Христе, то вам не нужен страх. Вам не нужно бояться Его суда. Продолжение следует...